Глава 41. В дальних странах Апостолы и ученики, покинувшие Иерусалим во время яростных гонений, разразившихся там после мученической смерти Стефана, стали проповедовать Христа в окружающих странах, сосредоточив свои усилия на благовествовании евреям и иудеям-еленистам. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Слыша эти добрые известия, верующие в Иерусалим радовались. Они послали Варнаву, мужа благочестивого и исполненного духом святым и верой, в Антиохию, столицу Сирии, помочь местной церкви. Он успешно трудился там, и поскольку работы становилось все больше, Варнава уговорил Павла перейти в Антиохию, и вместе они на протяжении года трудились в этом городе, наставляя людей в истине и приобщая к церкви новые души. Население Антиохии составляли как иудеи, так и язычники. Этот город был известен любителям праздной жизни и всевозможных удовольствий, благодаря целительно влияющему на здоровье климату, обилию живописных уголков, богатству и высокой культуре. Обширная торговля позволяла Антиохии стать важным центром, где встречались купцы самых различных национальностей. Город утопал в роскоши и пороках. За нечестие ее жителей Антиохию в конце концов постигло Божие возмездие. Именно в этом городе последователи Христа впервые назвали христианами, потому что Христос был главной темой их учения, проповедей и разговоров. Вновь и вновь они пересказывали события, происшедшие во дни его земного служения, когда ученики имели благословенную возможность быть вместе с ним. Они без устали свидетельствовали о его учении и чудесах исцеления, о том, как он изгонял бесов и воскрешал к жизни мертвых. Дрожащими устами, со слезами на глазах рассказывали они о его мучительной борьбе в Гефсимании, о предательстве, о суде над ним и распятии, о долготерпении и смирении, с которым он переносил все оскорбления и пытки врагов, о его божественной жалости и сострадании, с которым он молился об издевающихся над ним. Им радостно было вспоминать его воскрешение и вознесение, его служение на небе как посредника между падшим человечеством и Богом. Язычники вполне справедливо назвали их христианами, поскольку они проповедовали Христа и молились Богу во имя Его. В густонаселенном городе Антиохии Павел нашел для себя отличное поле деятельности. Его образованность, мудрость и активность оказывали решительное влияние на жителей этого города и на тех, кто часто приезжал сюда. Деятельность всех апостолов координировалась из Иерусалима, куда на ежегодные праздники со всех стран собирались иудеи, говорившие на разных языках. В такие дни апостолы проповедовали о Христе с непоколебимым мужеством, зная, тем не менее, что по этой причине их жизнь постоянно находится в опасности. Многие люди, обратившись, присоединились к церкви Христа и отправляясь по своим домам, находившимся в различных частях обширной Римской империи, сеяли семена истины среди разных народов и всех слоев общества. Петр, Иаков и Иоанн были уверены, что Бог назначил их проповедовать Христа среди своих соотечественников, а Павел, получивший от Бога во время молитвы в храме поручения идти к язычникам, отчетливо видел перед собой открывавшееся ему обширное поле миссионерской работы в дальних странах. Для того, чтобы приготовить своего слугу к этой напряженной и важной работе, Бог особым образом приблизил его к себе и открыл ему картину небесной славы и великолепия. Рукоположение Павла и Варнавы на служение В Антиовской церкви Бог своим духом общался с преданными ему пророками и учителями. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Эти апостолы серьезнейшим образом посвятили себя в посте и молитве Богу, и на них торжественно возложили руки. После этого их послали трудиться для Господа среди язычников. И Павел и Варнава трудились как служители Христа. И Бог обильно благословлял их усилия, но никто прежде не был официально рукоположен на евангельское служение через молитву и возложение рук. Таким образом, эти слуги Христовы, облеченные всей духовной властью, были уполномочены церковью не только учить истине, но и совершать крещение и организовывать церкви. Начинался очень важный период. Христианство вступало в новую эпоху. Несмотря на то, что стена разделения между иудеями и язычниками рухнула благодаря смерти Христа, и язычники наравне с иудеями получили все преимущества Евангелия, у многих обращенных в христианство иудеев пелена еще не спала с глаз, и они не могли видеть конец различий между иудеями и язычниками, упраздненных Сыном Божиим. Теперь предстояло энергично проповедовать Евангелие среди язычников, в результате чего в церковь должно было влиться большое число новообращенных, а это укрепило бы ее. Но в таком случае апостолы, призванные руководить этой работой, оказались бы под подозрением фанатично настроенных иудеев, и против них возникло бы сильное предубеждение. Учения и взгляды апостолов привели бы тогда к обвинению их в ереси, и авторитет их как служителей Евангелия был бы подорван в глазах многих, уверовавших во Христа иудеев. Бог предвидел все эти трудности, с которыми встретятся его служители, и дал церкви откровение отделить Павла и Варнаву для проповеди Евангелия язычникам, наделив их неоспоримой властью данной им самим церкви. Позднее обрядом посвящения на особое служение через возложение рук стали злоупотреблять. Этому акту совершенно неоправданно стали приписывать магические свойства, как будто через возложение рук человек мгновенно может получить силу свыше для всякой и любой духовной работы, будто бы в самом этом обряде содержится некое таинство. В повествовании о том, как церковь отделила двух апостолов, записано лишь, что на них возложили руки и какое это имело значение для их миссионерского служения. Павел и Варнава уже получили поручения от самого Бога, и обряд рукоположения не прибавил им благодати и не сделал их более достойными. Это была общепринятая форма назначения на определенное служение и признание церковью права человека на него. Этот обряд ставил печать церкви на дело Божье. Первая генеральная конференция. Некоторые, уверовавшие из иудеев, жившие в Антиохии, подняли вопрос, который привел к широким дебятам в церкви и встревожил верующих из язычников. Они с большой уверенностью заявили, что никто не может спастись, если не соблюдает весь Моисеев закон и если он не обрезан. Это был важный вопрос, самым серьезным образом повлиявший на церковь. Павел и Варнава энергично противились новому учению, протестуя против него, чтобы язычников принуждали обрезываться и соблюдать церемониальный закон. С другой стороны, многие, уверовавшие иудеи в Антиохии, присоединились к мнению братьев, пришедших из Иудеи. Этот непрерывно обсуждавшийся вопрос вылился в споры и борьбу мнений, продолжавшиеся до тех пор, пока члены антиохской церкви, опасаясь, что непрекращающаяся дискуссия может привести к расколу между верующими, решили послать Павла и Варнаву с несколькими ответственными служителями в Иерусалим, дабы те изложили суть дела апостолам и пресвитерам. Им предстояло встретиться с делегатами от разных церквей и с теми, кто прибыл в Иерусалим на ежегодные праздники. На это время споры прекратились до окончательного решения, которое должно было быть принято на общей встрече руководителю христианского движения. Все общины, находившиеся на территории Римской империи, в дальнейшем станут следовать этому принятому решению. Перейдя в Иерусалим, посланники от Антиовской церкви рассказали собравшимся братьям об успешной проповеди Евангелия среди язычников, а затем о смятении, возникшем в церкви с приходом некоторых обращенных из фарисеев, объявивших, что язычники должны обрезаться и соблюдать весь закон Моисеев. Евреи всегда гордились своими богослужениями, порядок которых был установлен самим Богом, и делали вывод, что поскольку Бог некогда подробно расписал порядок иудейских богослужений, то маловероятно, чтобы Он что-либо изменил в этих предписаниях. Они настаивали на том, что иудейские законы и обряды должны быть включены в христианские богослужения, все еще не понимая, что смерть Христа на Голгофе положила конец этим обрядам, не осознавая, что все их жертвоприношения были прообразом жертвенной смерти Сына Божьего, что прообраз воплотился в образ, и учрежденные когда-то Богом обряды и жертвоприношения, составлявшие основу иудейской религии, упразднены за ненадобностью. Павел гордился своей фарисейской строгостью, но после того, как Христос явился ему на пути в Дамаск, ему открылась миссия Спасителя и принципы служения по обращению язычников. Он понял различия между живой верой и мертвым формализмом. Тем не менее Павел утверждал, что он, как один из потомков Авраама, соблюдает десять заповедей, в духе и букве столь же неуклонно, как и до своего обращения в христианство. Но он понял, что прообразное служение должно вскоре прекратиться, потому что жертва, на которую оно указывало, уже принесена, и теперь свет Евангелия распространяет свою славу на иудейскую религию, придавая новое значение ее древним обрядам. Пример Корнилия Казалось, что вопрос об обрезании и следовании Моисеевым законом поставит перед собором непреодолимые трудности, что апостолы и пресвитеры не придут ни к какому решению. На самом же деле это проблема, от которой зависело благополучие, если не само существование христианской церкви уже разрешилось святым духом. Он одарил апостолов мудростью, тактом, освященной свыше рассудительностью, чтобы они правильно разрешили этот взволновавший всю церковь вопрос. Петр убеждал собравшихся в том, что дух святой уже рассудил этот спорный вопрос, даровав одинаковую силу необрезанным язычникам и обрезанным иудеям. В доказательство своих слов он подробно пересказал свое видение, в котором Бог показал ему полотно, наполненное всякого рода четвероногими зверьками, и повелел «заколи и ешь». Когда он отказался, сославшись на то, что никогда не ел ничего скверного, Бог сказал ему «что Бог очистил, того не почитай нечистым». Петр сказал «сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам и не положил никакого различия между нами и ими, веруя, очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые учеников ига, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Этим игам было не десятисловие, как утверждают некоторые, противящиеся требованиям закона. Петр говорит здесь о церемониальных обрядах, которые потеряли силу и были упразднены с распятием Христа. Это выступление Петра расположило собравшихся к тому, чтобы терпеливо выслушать доводы Павла и Варнавы, рассказывающих о том, что совершил Бог через них среди язычников. Решение. Иаков также решительно высказал собранию свое мнение, объявив, что Творец намерен даровать язычникам те же преимущества и благословения, которые дарованы иудеям. Богу угодно было не возлагать на обращенных язычников в требования обрядового закона, и апостолы и пасторы после тщательного рассмотрения этого вопроса увидели его решение в том же свете и согласились с мнением Духа Божьего. Председательствующий на соборе Иаков вынес окончательное решение. Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников. Постановление собора гласило, что обрядовый закон и в особенности обрезание не должны не только навязываться язычникам, но даже и рекомендоваться им. Иаков особенно подчеркивал то, какой огромной переменой для язычников является обращение к Богу, и, следовательно, затруднять их смущающими и вызывающими сомнениями вопросами не нужно, пусть они с радостью следуют за Христом. В то же время обращенные из язычников должны были отказаться от обычаев, противоречащих объективным взглядам иудейских братьев или вызывающих предубеждение к ним. Поэтому апостолы и пресвитери решили направить письмо уверовавшим из язычников, в котором просили их воздержаться от идоложертвенного, блуда, удавленения, крови, соблюдать Божьи заповеди и жить в чистоте и святости. Таким образом язычники получили заверение, что люди, настаивающие на обрезании, не были уполномочены на это апостолами. Как авторитетов им рекомендовали Петра и Варнаву, людей, подвергавших своей жизни опасности ради Господа. Вместе с апостолами были посланы Иуда и Сила, чтобы устно донести до верующих решение собора. Четверо божьих служителей отправились в Антиохию с письменной и устной вестью, дабы положить конец всем спорам, ибо это был голос высшей власти на земле. Собор, решивший эту проблему, состоял из основавших христианские церкви среди иудеев и язычников, пресвитеров из Иерусалима, из избранных делегатов, представлявших Антиохскую и другие церкви. Собор не претендовал на непогрешимость своих решений. Они были продиктованы здравым смыслом, просвещением свыше и были утверждены авторитетом церкви, утвержденной на земле самим Христом. Присутствующие пришли к выводу, что сам Бог ответил на этот поднятый вопрос, даровав язычникам Святого Духа. Им же остается только следовать руководству Духа. Этот вопрос решили не через общее голосование всех христиан, но апостолы и пресвитеры, влиятельные здравомыслящие люди, подготовили и огласили постановление, которое затем приняли все христианские церкви. Конечно, не все были довольны таким решением. Появилась группа возмущенных, не согласных с решением собора. Они решили действовать по-своему. Роптали, придирались к братьям, предлагали новые планы и стремились свести на нет работу посвященных служителей, которым Бог поручил проповедовать учение Христа. С самого начала христианская церковь встретилась с подобными препятствиями, которые так часто будут возникать впоследствии на протяжении всей ее истории. Глава 42 Годы служения апостола Павла Павел был неутомимым тружеником. Он постоянно путешествовал с места на место. Порой его путь лежал через суровые страны, через реки и море в бурю и шторм. Верный слуга Божий не допускал, чтобы хоть что-нибудь помешало ему совершить дело, порученное самим Христом. Он служил Богу и исполнял Его волю. Устно и письменно он провозглашал людям весть, которая всегда ободряла и придавала силы Церкви Божьей. Для нас, живущих в заключительное время истории Земли, весть, которую проповедовал апостол Павел, так же актуальна, как и на заре христианской эры, ибо она ясно говорит об опасностях, угрожающих Церкви, и лжеучениях, с которыми придется встретиться народу Божьему. Из одной страны в другую, из города в город шел Павел, проповедуя о Христе и организовывая новые Церкви. Везде, где Его слушали, Он делал все возможное, чтобы раскрыть людям их заблуждение и обратить их стопы на путь правды. Те, кто благодаря Его неутомимым усилиям принимал Иисуса Христа, объединялись в Церкви. Апостол создавал общины, даже если всего лишь несколько человек откликались на призыв Святого Духа. В то же время Павел не забывал Церкви, ранее организованные им во многих городах. Какой бы малочисленной ни была та или иная группа верующих, он непременно проявлял о ней заботу и интересовался ее деятельностью. Призвание Павла требовало от него очень многого. Он трудился своими руками, зарабатывая себе на жизнь, организовывал новые общины и успевал писать послания уже существующим. Однако о всех своих трудах он говорил, «Я не почитаю себя достигшим, а только стремлюсь к цели». На протяжении всего своего служения он неуклонно стремился к единственной цели – оставаться верным Христу. Тому самому Христу, который открылся ему, когда он, Саввл, злостно хулил его имя, используя все имеющиеся в его распоряжении средства, заставлял и других поносить его имя. Единственной целью жизни Павла было служение, и прославление того, чье имя когда-то вызывало у него презрение. Безудержным стремлением приобретать новые души для Спасителя горело его сердце. Иудеи и язычники, испытывая ненависть к христианству, нередко жестоко преследовали Павла и не раз пытались убить его, но ничто не могло заставить его уклониться от своей цели. Павел анализирует свой жизненный путь. Обращаясь к церкви в городе Филиппы, Павел описывает свою жизнь до обращения. «Если кто другой думает, надеется на плоть, то более я, — говорит он, — обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, евреет-евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной». После же своего обращения он свидетельствует. «Да и все почитают счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Та праведность от закона, которая прежде в Его глазах так много значила, теперь потеряла для Него всякую ценность. «Всем Своим существом Он стремился познать Его и силу воскресения Его, и участия в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы Я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли Я, как достиг Меня Христос Иисус». «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Не унывающе ни при каких обстоятельствах. Посмотрите на израненного Павла, брошенного в подземную тюрьму города Филиппы, поющего песни хвалы в полночном безмолвии. После того, как землетрясение отворило двери темницы, вновь слышится его громкий голос, ободряющий стражника-язычника. «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Все заключенные остались на месте по примеру одного благочестивого узника, и страж духовно пробуждается, осознает силу и действенность веры, поддерживающей и укрепляющей Павла. Он расспрашивает о пути спасения и вместе со своим семейством присоединяется к преследуемой группе учеников Христа. Посмотрите на Павла, проповедующего о собравшемся в Ариапаге, когда он отвечал на научные доводы своих оппонентов научными доводами, на логические построения логическими построениями, на философию философии. Заметьте, с каким тактом, рожденным божественной любовью, он указывает на Иегову, как на неведомого Бога, которого его слушатели не зна чтили, и как, цитируя стихи одного из греческих поэтов, Павел изображает его отцом, детьми которого они являются. Обратите внимание, как смело в тот век, когда общество было разделено на сословия, когда никакие права простых людей не признавались, он выдвигал перед собравшимися великую истину о человеческом братстве, объявляя, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Затем он убедительно доказывал, как Божья благодать и милость на протяжении всей истории человеческого рода оберегала людей, так как он назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Послушайте, что говорит Павел на суде у Феста, когда им же убежденный в истинности Евангелия царь Агриппа восклицает, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином!» С какой вежливой учтивостью Павел, указывая на цепи, в которой был закован, отвечает, «Молил бы я Бога, чтобы, мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Вот как сам Павел описывает свою жизнь. «Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе». «Злословят нас, — говорит Павел, — мы благословляем, гонят нас, — мы терпим, хулят нас, — мы молим». Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Служение в узах Несмотря на то, что в течение длительного периода времени Павел находился в темнице, Господь совершил через него свою особую работу. Даже узы его стали средством распространения вести о Христе и таким образом прославили Бога. Когда его пересылали на суд из одного города в другой, то он перед царями и правителями свидетельствовал об Иисусе и чудесных подробностях своего обращения в христианство. Таким образом, эти люди никак не могли, осуждая Павла, оправдаться незнанием учения об Иисусе. Тысячи уверовали в Него и возрадовали своими Господни. Я видела, что Божье особое намерение исполнилось во время путешествия Павла по морю в Рим. По Божьему замыслу, экипаж корабля своими глазами увидел его силу, которая явилась через Павла для того, чтобы и эти люди услышали имя Иисуса, и чтобы многие обратились благодаря проповеди Павла, подтвержденной совершенными им чудесами. Его доводы убеждали царей и правителей, и когда он с усердием и силой Святого Духа проповедовал Иисуса и рассказывал интересные события в своей жизни, они все больше убеждались в том, что Иисус – Сын Божий. Глава 43. Мученическая смерть Павла и Петра Христовы апостолы Павел и Петр многие годы трудились вдалеке друг от друга. Павел проповедовал Евангелие язычникам, а Петр трудился главным образом среди иудеев. Но по Божьему провидению им обоим предстояло свидетельствовать о Христе в столице тогдашнего мира и там пролить свою кровь, ставшую семенем, от которого взошла обильная нива святых и мучеников во имя Христа. В то время, когда Павел уже вторично находился в темнице, Петра также арестовали. Власти ненавидели его за то, что он усердно и успешно раскрывал обман и расстраивал интриги некого Симона, колдуна, пришедшего в Рим, чтобы противостоять и воспрепятствовать распространению Евангелия. Нерон верил в магию и покровительствовал Симону. Поэтому он возненавидел апостола и приказал его арестовать. Неприязнь императора к Павлу усилилась после того, как он узнал, что многие его придворные, а также другие весьма знатные вельможи обратились в христианство еще во время первого заключения апостола в тюрьму. Поэтому, арестовав Павла во второй раз, он значительно усилил стражу, почти не оставив ему возможности проповедовать Евангелие. Нерон был полон решимости убить апостола, как только для этого предоставится удобный случай. Однако на последнем суде слова Павла произвели на него такое сильное впечатление, что он отложил вынесение приговора, не оправдывая и не осуждая апостола. Но это была всего лишь отсрочка. Прошло немного времени, и приговор прозвучал. Павла предали земле, как мученика за дело Христа. Поскольку Павел был римским гражданином, его обезглавили, не подвергая пыткам. Петра же, как иудея и чужеземца, приговорили к бичеванию и распятию на Христе. В преддверии ужасной смерти апостол вспомнил свой великий грех – отречение от Иисуса в час суда. Теперь его мучила единственная мысль о том, что он недостоин этой великой чести – умереть таким же образом, как умер его учитель. Петр искренне раскаялся в своем грехе, и Христос простил его, о чем свидетельствует оказанное Петру высокое доверие пости овец и агонцев Господня стада. Но сам себя Петр не простил никогда. Даже мысль о предстоящей ужасной казни не уменьшала горечь его печали и покаяния. Он обратился к своим палачам с последней просьбой, чтобы его пригвоздили ко Кресту не так, как Христа. Эту просьбу удовлетворили, и великий апостол умел на кресте, распятый вниз головой. Последнее свидетельство Павла Павла тайно отвели на месте казни. Обеспокоенные его огромным влиянием, палачи боялись, что, наблюдая за мужественной кончиной апостола, многие обратятся в христианство. Лишь немногим было позволено присутствовать при этом. Но даже грубые конвоиры прислушивались к его словам и с узумлением замечали, что он сохраняет бодрость духа и даже радуется перед лицом смерти. Для свидетелей мученической кончины Павла его дух всепрощения по отношению к своим убийцам и до последней минуты непоколебимое доверие Христу стали запахом вживительным на жизнь. Принявшие Спасителя, которого проповедовал Павел, вскоре вслед за ним бесстрашно запечатлели христианскую веру своей кровью. До последнего часа жизнь Павла свидетельствовала об истинности его слов, записанных во втором послании Коринфской Церкви. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Его сила таилась не в нем самом, а в присутствии и действии Духа Божьего, наполнявшего его сердце и подчиняющего его все помыслы воли Христа. То, что истинно воплощена была в его жизни, делало его проповедь убедительной и сильной. Пророк говорит, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Небесный мир, покоившийся на лице Павла, побудил многих принять Евангелие. Апостол ожидал славное будущее не с опасениями или сомнениями, но с радостной надеждой и страстным желанием встречи с Господом. Стоя на месте казни, он видел не сверкающий меч апостола и не зеленую землю, которая вскоре обогрится его кровью, а безмятежное небо летнего дня и престол Всевышнего вечного Бога. Он сказал, «О Господь, ты мое утешение и удел мой, когда я обниму тебя, когда я увижу тебя глазами своими, когда нас не будет уже разделять тусклая завеса». Через всю свою земную жизнь Павел пронес чистоту небесной атмосферы. Все общавшиеся с ним ощущали на себе благотворное влияние его союза со Христом и общение с небесными ангелами. Он воплощал в себе истину. Непроизвольное, неосознанное влияние святой жизни – самая лучшая проповедь в пользу христианства. Аргументы, даже самые убедительные и неопровержимые, могут вызвать неприятие и сопротивление. Но святой пример скрывает в себе силу, которой невозможно противостоять. Забыв о предстоящих страданиях, апостол думал о тех, кому еще предстоит пережить ненависть, предрассудки и гонения. Немногих христиан, сопровождавших его на место казни, он старался укрепить и ободрить, повторяя им обетования, оставленные Господом. Он заверял их, что все слова Господня, обращенные к его преследуемым детям, в свое время исполнятся. Тогда они воскреснут и засияют, ибо слава Господня взойдет над ними. Слава Божия явится, и они наденут прекрасные одежды. Некоторое время им придется страдать под натиском всевозможных искушений, жить в лишениях, но они могут утешать и ободрять свои сердца словами. Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день. Скоро закончится ночь испытаний и страданий, и наступит радостное утро нового совершенного дня. Возь нашего спасения приготовил своего служителя к последней великой битве. Искупленные жертвой Христа, отмытые от грехов его кровью и облеченные в его праведность, Павел получил свидетельство, что его душа драгоценна в глазах Искупителя. Жизнь апостола была сокрыта со Христом в Боге, и он был убежден, что победивший смерть силен воскресить его в онный день. Он положился на обетование Спасителя. Я воскрешу его в последний день. Помыслы и надежды Павла сосредоточились на втором пришествии Господа. Когда палать занес его меч, и над мучеником сгустилась смертная тень, его последняя мысль, которая станет первой при великом пробуждении, устремилась к жизнедателю, которого он будет встречать и который пригласит его разделить блаженную радость Искупленных. Прошло уже много веков с того дня, когда престарелый Павел пролил свою кровь за Слово Божие и за свидетельство Христа. Ни одна рука не описала для грядущих поколений последние минуты жизни этого святого, но Богодухновенное Слово сохранило для нас его предсмертное свидетельство. Подобно трубному зову, его голос звучал во все века. Мужество и личный пример Павла вдохновляли тысячи свидетелей Христа и пробуждали во многих сокрушенных горем сердцах отзвук его ликующей радости. Я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Глава 44. Великое отступничество. Когда Иисус открыл перед Своими учениками трагическую судьбу Иерусалима и указал на отдельные события, предвещающие его Второе пришествие, тогда Он также праведчески указал и на переживания, которые предстоят народу Божьему с момента Его вознесения и вплоть до возвращения, когда Он придет силу и славу великую, чтобы избавить свой народ. С Елеонской горы Спаситель видел бури, готовые разразиться над апостольской церковью. Его взору, проникавшему вглубь веков, представали страшные и пустошительные ураганы, которые обрушатся на верных детей Божьих в грядущие столетия мрака и преследований. В нескольких кратких, но грозных словах Он предсказал страшную участь, которой великие мира сего уготовят Церкви Божьей. Последователям Христа предстоит идти тем же путем страданий, унижений и презрения, каким шел их Господь. Ту самую вражду, которую окружала Искупителя мира, испытают все, кто будет верить в Его имя. История раннехристианской Церкви свидетельствует о том, что слова Спасителя исполнились. Силы земли и ада объединились против последователей Христа. Язычество, предвидя победу Евангелия и низвержение своих храмов и алтарей, не останавливалось ни перед чем, чтобы уничтожить христианство. Огонь преследования разгорался все сильнее. Христиан лишали прав собственности и выгоняли их из домов. Они выдержали великий подвиг страданий. Другие испытывали поругание и побои, а также узы и темницу. Многие из них засвидетельствовали христианскую веру своей кровью. Смерти безжалостно предавали всех, господ и рабов, богатых и бедных, ученых и неграмотных. Но напрасны были все попытки сатаны уничтожить Церковь Божью насильственным путем. Великая борьба, в которой ученики Иисуса жертвовали своей жизнью, не прекратилась и тогда, когда эти верные знаменосцы пали на своих постах. Их поражение обернулось победой. Посланцев Божьих убивали, но дело Божье неуклонно развивалось. Евангелие распространялось все в новых и в новых местах, и все больше людей принимали благую весть. Она проникла в области, недоступные для римского орла. Христиане так отвечали на все увещевания правителей язычников. «Убивайте, мучьте, осуждайте нас. Ваша несправедливость является доказательством нашей невиновности. Даже самая утонченная жестокость с вашей стороны не поможет вам». Все это еще больше побуждало окружающих принять Христа. «Чем больше будете уничтожать нас, тем больше нас станет. Кровь христиан — это семя». Тысячи христиан были заключены в темнице и лишены жизни, но на смену им приходили другие. Тех, кто во имя веры погиб мученической смертью и остался верным Христу, он признал победителями. Они подвязались на небе духовных подвигов, и в день пришествия Спасителя их ждет венец славы. Страдания, переносимые христианами, еще теснее сплачивали их, еще ближе становился им Искупитель. Живой пример и предсмертные слова мучеников служили постоянным свидетельством об истине, и даже подданные сатаны, от которых меньше всего можно было ожидать, что они перестанут служить своему предводителю, становились под знамя Христа. Компромисс с язычеством Видя все это, сатана, чтобы сделать свое противостояние правлению Божьему более успешным, решил водрузить свое знамя в христианской церкви. Он стремился обмануть последователей Христа и таким путем навлечь на них гнев Божий, чтобы они, теряя свою силу, твердость и верность, стали его легкой добычей. Великий обманщик с тех пор хитростью пытается добиться успеха там, где потерпел поражение, действуя силой. Гонения прекратились. Вместо них появились опасные заманчивые обольщения с земным благополучием и светским честолюбием. Язычники приняли некоторые положения христианской веры, в то же время отвергнув ее фундаментальные истины. Заявив, что принимают Иисуса в Сыном Божьем, что верят в его смерть и воскресение, они в то же время не оставляли свои греховности и не испытывали никакой нужды в покаянии и возрождении сердца. Уступив кое в чем христианам, они и им предложили сделать то же самое, чтобы объединиться на основе христианского вероисповедания. Теперь церковь находилась в страшной опасности. Тюрьмы, пытки, огонь и меч – все это было благословением по сравнению с новым испытанием. Некоторые христиане остались непреклонны и заявили, что не пойдут ни на какие соглашения. Другие же считали, что если они уступят или видоизменят некоторые догматы вероучению и объединятся с теми, кто частично принял христианство, то это поможет язычникам полностью обратиться в христианство. Наступило время глубочайшей скорби для верных последователей Христа. Под видом лжехристианства в церковь проник сатана, чтобы осквернить веру и отвратить людей от истины. Наконец, большая часть христиан сдала свои позиции и был заключен в союз между христианством и язычеством. Несмотря на то, что язычники объявили себя обращенными христианами, они по-прежнему придерживались своих языческих обычаев, с той лишь разницей, что заменили предметы прежнего поклонения на образы Иисуса, Девы Марии и святых. Так внесенное в церковь закваское язычество продолжало свое губительное действие. Частью христианской веры стали ошибочные учения, суеверные обычаи, языческие обряды и ритуалы. Когда последователи Христа объединились с идолопоклонниками, христианская религия сквернилась, и церковь утратила свою чистоту и силу. Однако были и такие христиане, которые не позволили ввести себя в заблуждение. Они продолжали оставаться верными князю истины и поклонялись только Господу. Те, кто считают себя последователями Христа, всегда разделялись на две группы. Одни ревностно следовали примеру Спасителя, руководствуясь великим образцом, и искренне стремились исправить свои недостатки. Другие же старались не замечать ясных, жизненно важных истин, изобличающих их грехи. Даже в наилучшие времена в церкви находились не только нравственно чистые и богобоязненные люди. Наш Спаситель учил, что тех, которые сознательно грешат, не следует принимать в церковь. Сам Он, однако, приближал к себе людей с греховными наклонностями, своим учением, своим примером предоставляя им возможность увидеть их ошибки и заблуждения и исправить их. Так как между князем света и князем тьмы нет ничего общего, то не может быть и единства между их последователями. Когда христиане согласились объединиться с теми, кто только частично обратился из язычества христианства, они ступили на путь, уводящий все дальше и дальше от истины. Сатана торжествовал, видя, что ему удалось ввести в заблуждение большинство последователей Христа. Постепенно он приобрел над ними еще большую власть и побудил их преследовать тех, кто по-прежнему оставался верен Богу. Как эффективнее бороться против истинной христианской веры лучше всего знали те, кто некогда были ее защитниками. Эти отступившие христиане, объединившись с наполовину обращенными язычниками, начали противоборствовать самым главным пунктом учения Иисуса Христа. Это вызвало непреодолимое сопротивление со стороны стремившихся сохранить верность Богу и не поддававшихся на проникших в церковь обман и заблуждения, облеченные в священное деяние. Библия стала утрачивать свое значение как основание веры. Учения о религиозной свободе назвали ересью, а следовавших этому учению презирали и объявляли вне закона. Верные оставляют церковь. После долгой и упорной борьбы небольшое число верных христиан решили порвать всякую связь с отступнической церковью, если она откажется очистить себя от идолопоклонства и заблуждения. Они видели и понимали, отделение необходимо, чтобы остаться верными и послушными Слову Божьему. Истинные дети Божьи не могли больше мириться с тем, что пагубное влияние отступничества подвергает опасности их собственной души и служит плохим примером для их детей и внуков. Во имя сохранения мира и единства церкви они были готовы пойти на любые уступки, но только не противоречащие их верности Богу. Однако мир приобретался слишком дорогой ценой, если ради него приходилось жертвовать принципами. Когда единство нельзя сохранить никаким иным путем, как только путем отречения от истины и праведности, тогда пусть будет раскол и даже борьба. Насколько лучше было бы для современной церкви и для мира, если бы сегодня в сердцах народа Божьего возродились те принципы, которыми руководствовались эти мужественные люди. Апостол Павел говорит, все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Тогда почему же прекратились гонения и преследования? Единственная причина заключена в следующем. Церковь настолько приспособилась к светским нормам, что уже не вызывает к себе враждебного отношения. Религия наших дней тоже утратила чистоту и святость, отличавшие христианскую веру во дни Иисуса Христа и его апостолов. Христианская религия так популярна ныне по той лишь причине, что теперь пренебрегают величайшими истинами Слова Божьего, что в церкви мало осталось повседневного практического благочестия, что в ней господствует дух компромисса с грехом. Если бы в христианской церкви возродилась вера и сила первых христиан, то вновь ожил бы дух гонений и вновь зажглось бы пламя преследования. Апостол Павел во втором послании к фессалоникийцам предсказывал великое отступничество в церкви вследствие установления папской власти. Он писал, что день Господень не наступит, пока не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящий выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. И дальше апостол предупреждает братьев о том, что тайна беззакония уже в действии. Еще в тот ранний период христианства он замечал проникавшее в церковь заблуждение, которое подготовили путь к воцарению папства. Мало-помалу тайна беззакония, вначале скрытно и молчаливо, а затем, по мере того, как окрепла и обрела власть над сознанием людей, более открыто совершала свое обольщающее и богохульное дело. Языческие обычаи едва заметным образом внедрились в христианскую церковь. Этот дух соглашательства и приспособленчества долгое время сдерживался бурей преследований, разразившейся над церковью в первое века. Но когда гонения прекратились, и христианство вступило в царские дворы и палаты, тогда простоту и кротость Христа и его апостолов сменили величие и гордость языческих жрецов и правителей, а на место божественных установлений перешли человеческие вымыслы и традиции. Формальное обращение императора Константина в начале четвертого столетия вызвало великую радость, и тогда светское под видом праведности проникло в церковь. Христианство стало быстро разлагаться. Язычество, казавшееся побежденным, на самом деле оказалось победителем. Дух язычества овладел церковью. Языческие учения, обычаи и суеверия внедрились в веру и богослужение так называемых последователей Христа. Этот компромисс между язычеством и христианством привел к появлению человека греха, о котором пророчество предсказывало, что он будет превозносить себя выше Бога и вести борьбу против Всевышнего. Созданная отступниками гигантская система ложной религии стала своеобразным шедевром сатанинской изощренности, памятником его попыток воцариться на престоле и своевольно управлять землей. Стремлясь к славе и богатству, церковь искала покровительства и поддержки у великих мира сего, и, отвергая тем самым Христа, вошла в союз с представителем сатаны, епископом римским. Один из основных догматов римско-католической церкви состоит в признании папы видимым главой Всемирной Церкви Христа, наделенным высшей властью над всем духовенством на земле. Более того, папе переписан еще и титул божества. Сатана прекрасно знал о том, что благодаря Священному Писанию люди сумеют различить его обман и будут бороться против него. Даже спаситель мира отражал его нападки при помощи слова. При каждом искушении Христос выставлял щит вечной истины, говоря «Так написано». На каждое наглое предложение врага он отвечал мудростью и силой слова. Сатана понял, чтобы господствовать над людьми и учредить узурпаторскую власть папы, он должен держать народ в оковах незнания Священного Писания. Библия возвеличивает Бога и показывает истинное положение людей. Поэтому дьявол делает все возможное, чтобы ее святые истины остались скрытыми и непонятыми. Такой порядок вещей и был воспринят Римской Церковью. На протяжении нескольких веков распространение Библии среди простого народа было запрещено. Народу не позволялось читать ее и даже иметь у себя дома, в то время как безнравственные священники и прилаты произвольным толкованием библейских истин утверждали свою власть и ложь. Таким образом, Папа почти повсеместно был признан абсолютным наместником Божиим на земле, наделенным верховной властью как в церкви, так и в государстве. Изменение времен и закона Скрыв от людей Библию, разоблачавшую заблуждение и обман, Сатана обрел возможность широко развернуть свою деятельность. Пророчество свидетельствовало, что папство возмечтает отменить праздничные времена и закон. Римская Церковь не замедлила взяться за дело. Для того, чтобы облегчить в какой-то степени обращение язычников христианства и чем-то заменить их прежний ритуал идолопоклонства, христианское богослужение постепенно было введено поклонение иконам и святым мощам. В конечном итоге Вселенский Собор узаконил эту форму идолопоклонства. Для легализации этого кощунства Рим дерзнул изъять из закона Божьего вторую заповедь, запрещающую поклонению иным богам, и разделил десятую, дабы сохранить количество заповедей. Дух соглашательства с язычеством открыл путь к дальнейшему пренебрежению властью неба. Сатана посигнул и на четвертую заповедь, пытаясь изъять в Древнюю Субботу день, освященный и благословенный Богом, и заменить ее соблюдаемым язычником достопочтенным Днем Солнца. Вначале эту попытку тщательно замаскировали. В течение первых столетий истинная Суббота соблюдалась всеми христианами. Ревностно почитая Бога и веря в непреложность Его закона, они преданно защищали святость Его принципов. С величайшей осторожностью и хитростью Сатана продолжал добиваться через своих посредников достижения намеченной цели. Для того, чтобы привлечь внимание народа к первому дню недели, который у язычников почитался Днем Солнца, этот день был объявлен праздничным в честь воскресения Христа. В этот день стали совершаться богослужения, и его также считали Днем Отдыха, но всю же субботу продолжали свято соблюдать. Император Константин, еще будучи язычником, установил всеобщее празднование воскресного дня по всей Римской империи. После своего обращения в христианство он продолжал оставаться верным сторонником празднования первого дня недели, и его языческий эдикт был впоследствии навязан всем христианам в интересах его новой веры. Однако оказанное этому дню почести оказалось недостаточно, чтобы помешать всем верным христианам считать истинную субботу Святым Днем Господним. Был предпринят еще один шаг – возвеличивание ложных суббот до одного уровня с истинными. Через несколько лет после указа Константина епископ Римский присвоил первому дню недели титул «День Господень». Таким образом, людей постепенно приучали к мысли, что первый день недели обладает определенной святостью. Однако и в это время христиане еще продолжали соблюдать истинную субботу. Великий обманщик на этом не остановился. Он решил собрать весь мир под свое знамя и начал действовать через своего верного наместника – гордого папу, объявившего себя представителем Христа. С помощью полуобращенных язычников, высокомерных прилатов и порабощенного с грехами духовенства он достиг своей цели. Время от времени собирались представительные вселенские соборы, на которые съезжалось духовенство со всех стран мира. Почти на каждом из этих соборов значение, учрежденной Богом субботы, всякий раз все более принижалось, а воскресный день все более превозносился. В конце концов этот языческий праздник стал почитаться как божественное предписание. Библейская суббота была объявлена пережитком иудаизма, и соблюдавших ее начали преследовать. Великому отступнику удалось возвыситься над всем, называемым Богом или святынею. Он осмелился внести изменения в то единственное предписание божественного закона, которое ясно указывает всем людям на истинного живого Бога. В четвертой заповеди Бог открывает себя как творец неба и земли. Этим он отличается от всех других ложных богов. Суббота является памятником его творческих трудов и свидетельствует о том, что седьмой день был освящен для покоя человека. Она установлена для того, чтобы напоминать людям о живом Боге, источнике бытия, о Боге, который один достой нашего поклонения и почитания. Сатана стремится к тому, чтобы люди забыли верность Господу и не соблюдали его закон. Поэтому он направляет свои усилия особенно против этой заповеди, говорящей о Боге как о Творце. В настоящее время многие протестанты утверждают, что воскресение Христа в первый день недели превратило этот день в христианскую субботу. Однако Священное Писание не дает этому подтверждений. Ни Христос, ни апостолы ничем не выделили первый день недели. Празднования воскресения христианами исходили из тайны беззакония, которая начала действовать еще во дни апостола Павла. Возникает вопрос, когда и где Господь признал это дитя папства? Какие достоверные доказательства могут оправдать те изменения, о которых Священное Писание умалчивает? В четвертом столетии папство прочно утвердило свои позиции. Его центром стала столица бывшей Римской империи, а епископ римский был назначен главой всей Церкви. Язычество уступило место папству. Дракон отдал зверю силу свою и престол свой, и великую власть. Начался период 1260-летнего папского преследования, предсказанный в пророчествах Даниила и Иоанна. Христиане вынуждены были сделать выбор – или поступиться своими убеждениями и принять папские постановления и обряды, или же окончить жизнь в тюрьмах, под пытками, на кострах или эшафотах. Теперь исполнялись слова Иисуса. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвлят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». Верные Богу христиане подвергались с невиденными прежде преследованиями, и мир превратился в сплошное поле битвы. В течение долгих столетий истинная церковь Христова находила убежище в пустынях и безлюдных местах. Пророк так говорит об этом. Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Средневековье. С приходом к власти римской католической церкви начался период мрачного средневековья. По мере укрепления этой власти мрак все более и более сгущался. Вера во Христа, истинного основателя христианства, была перенесена на Папу. Вместо того, чтобы взирать на Сына Божьего, дающего прощение и вечное спасение, народ полагал свои надежды на Папу и на священников, которых тот наделил властью. Людей учили, что Папа является посредником между Богом и человеком, что никто не может приблизиться к Богу, как только через Него, и поэтому все должны безоговорочно Ему повиноваться. Уклонение от исполнения этих требований служило веской причиной для жесточайшего телесного наказания и даже лишения жизни. Таким образом, внимание народа было отвлечено от Всевышнего и обращено на грешных, жестоких людей и более всего на самого князя тьмы, который через них проявлял свою силу. Грех был замаскирован одеяниями святости. Когда Священное Писание откладывается в сторону и человек ставит себя превыше всего, можно ожидать заблуждений, обмана, посягательств на индивидуальность. С возвышением человеческих законов и преданий выявилась испорченность и разложение, которое всегда становится следствием отвержения закона Божьего. Опасные дни. То были опасные дни для Церкви Христа. Как мало сохранилось верных знаменосцев истины. Хотя свидетели Божьей истины были всегда, временами казалось, что заблуждения и суеверия восторжествовали, а истинная религия почти исчезла. В то время как Евангелие было отнято у людей, число религиозных предписаний все умножалось и народ изнемогал под временем жестоких требований. Прихожан учили не только считать Папу посредником между собой и Богом, но и зарабатывать прощение грехов совершением тех или иных дел. Изнурительное и долгие паломничество, наказание, налагаемое накающегося грешника, поклонение мощам, воздвижение храмов, часовин и алтарей, уплата больших налогов Церкви – все это и еще многое другое требовалось от людей, чтобы смягчить гнев Господа и снискать его расположение, как будто Бог, подобно людям, гневается по пустякам или его можно задобрить дарами и наказаниями согрешивших. В последующие столетия истина Божия все больше искажалась с учениями, исходящими из Рима. Еще до господства католической Церкви идеи языческих философов привлекали к себе внимание верующих и оказывали влияние на Церковь. Многие, считающие себя обращенными, по-прежнему придерживались языческой философией и не только продолжали изучать ее, но и навязывали эту философию другим как средство распространения христианского влияния на язычников. Таким образом в христианство проникали серьезные заблуждения, главное среди них – вера в бессмертие человека и в сохранение его сознания после смерти. Это послужило основанием, на котором Рим утвердил заступнические молитвы святых и поклонения Деви Марии. Отсюда и возникла ересь о вечных муках, ставшая с первых лет папства неотъемлемой частью католического вероучения. Так был приготовлен путь для принятия другого языческого вымысла – идеи чистилища, с помощью которой Рим внушал страх легковерной и суеверной толпе. Под чистилищем подразумевалось место мук, куда попадали души, не заслужившие вечной гибели и где после соответствующих наказаний они очищались перед тем, как отправиться на небо. И еще в одном вымысле нуждался Рим, чтобы использовать страх и пороки своих приверженцев. Это было учение об индульгенциях. Тем, кто покупал их, было обещано полное прощение грехов в прошлом, настоящем и будущем, а также якобы будет даровано освобождение от всех мук и наказаний тем, кто участвовал в войнах, которое ввел папа ради расширения своих владений или же уничтожения тех, кто осмеливался отрицать его духовную власть. Можно было, уплатив деньги церкви, освободиться от грехов, а заодно и спасти души умерших друзей, томящихся в адском пламени. За счет всего этого Рим обогащался, а так называемые представители того, кто не имел места, где преклонить свою голову, утопали в роскоши, предавались распутству и пороку. Библейское установление «Вечери Господней» было вытеснено и далопоклонническим служением мессы. Папские священники надеялись ритуалами, лишенными всякого смысла, превратить простой хлеб в вино в подлинное тело и кровь Христа. С кощунственной самонадеянностью они открыто заявляли, что способны сотворить своего Творца. От всех христиан под угрозой смерти требовались признания этого страшного богохульства, отказавшиеся были преданы огню. Зенит папского могущества обернулся для мира нравственным полночным раком. Не только народ не знал священного Писания, но и сами священники не разбирались в нем. Подобно фарисеям времен Христа папские вожди ненавидели свет, открывающий их грехи. Поправ закон Божий, как мирил о праведности, они обрели безграничную власть и были неудержимы в своих пороках. Повсюду процветал обман, корыстолюбие, разврат. Люди не страшились никакого преступления, если оно сулило богатство и почести. Дворцы пап и прилатов превратились в вертепы свирепого разврата. Некоторые из владычествующих пап были виновны в таких вопиющих преступлениях, что даже государственная власть пыталась отлучить их от церкви, как самых низких извергов, терпеть владычество которых было невозможно. В течение нескольких сот лет Европа переживала упадок в области науки, искусства и культуры. Христианство было поражено нравственным и интеллектуальным параличом.